МАРС Спускаемый аппарат с тремя землянами на борту совершил посадку на Марс. Самочувствие экипажа отличное. Первыми это сенсационное сообщение услышат в Институте медико-биологических проблем, где уже три года с перерывами длится уникальный эксперимент «Марс-500». В «Красной планете» летит уже третий экипаж. Первый провел на борту наземного марсолета всего 14 суток, второй – целых 105. В лабораторной модуле испытатели считают своим вторым домом. «Home Sweet Home» – это дом и ощущение ностальгии хорошей. О хороших временах, о хорошем опыте, прекрасно проведенном времени здесь. Когда мы входили, и меня тоже спрашивали, ну как вам здесь, вы чувствуете, дом ли это или нет? Я говорю, что нет, это не дом. Это пустая кассерная банка, еще не душевленная. Сейчас это реально дом. Сейчас заключительный этап эксперимента – 520 суток в полной изоляции. Именно столько времени уйдет на настоящую межпланетную экспедицию. Моделируется весь полет к планете, работа на планете, возвращение. Это все, конечно, очень тяжелые и технические, и психофизиологические, и медицинские задачи. Дорога к Марсу почти пройдена. Вскоре имитация посадки и исследование Красной планеты. Для этого построен специальный модуль. Тренировку в нем испытатели прошли еще до начала эксперимента. Учились ходить в скафандрах и управлять рабочими инструментами. Конечно, им будет сложно представить, что этот модуль – частичка Марса. На помощь придут современные технологии. Компьютерная реальность позволит смоделировать неповторимое марсианское небо и равнину цвета ржавчины. А колесить по бескрайним просторам Красной планеты испытатели будут на виртуальном марсоходе. На поверхности Марса будут находиться спускаемый аппарат, заброшенный ранее беспилотными станциями большой ровер на двух человек. Мини-ровер, который как бы робот. С использованием этого ровера двое участников экспедиции будут ездить в труднодоступные участки. Там, где перспективно найти воду, где перспективно найти жизнь. Интересные биологические и геологические образцы. Дальше они будут выходить на поверхность в скафандрах виртуально и осуществлять сбор геологических и биологических проб. Чтобы эта пока фантастическая картина стала реальностью, и был создан Институт медико-биологических проблем. В 1963 году вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР об образовании Института космической биологии и медицины. Так он назывался вначале. Инициатива создания принадлежала президенту Академии наук Мстиславу Келдышу и главному конструктору Сергею Королеву. Марс был их мечтой. Королев сделал ведь первый шаг для полета на Марс. Он же организовал Институт медико-биологических проблем. Сделал НЭК, значит, это экспериментальный комплекс для Марса, чтобы отрабатывать в нем, как люди могут, скажем там, месяцами находиться в закрытом помещении ровно столько, сколько нужно лететь до Марса. Королев спешил. Он не стал ждать, пока построят здание для секретного института и уговорил отдать ученым только что отстроенную киностудию. Просторные кинопавильоны как нельзя лучше подходили для необычных экспериментов. Испытателям прибыть на площадку бытового отсека. Это кадры самого первого эксперимента подготовки к полету на Марс. В 1967 году трое испытателей целый год жили и работали в лабораторном комплексе размером всего 12 квадратных метров. В первом эксперименте, сколько это уже прошло, 40 лет тому назад, больше 40 лет тому назад, впервые оценивались системы, принципиально новые системы жизнеобеспечения. Те же системы жизнеобеспечения, которые потом себя великолепно зарекомендовали на орбитальных космических станциях. Теснота и конфликты едва не сорвали эксперимент. Все же для удачной экспедиции на Марс экипажу необходимы более человечные условия. Тогда же в одном из павильонов был смонтирован НЭК – наземный экспериментальный комплекс, спроектированный еще при Королеве, как часть тяжелого марсианского корабля. Создали у нас макет тяжелого марсианского корабля на территории Института медико-биологических проблем. Потому что увидели, что в 67-68 год, год в земном звездолете, он маловато, он не отвечает требованиям. А это специально сконструировано. Сегодня именно здесь проходит эксперимент Марс-500. Правда, в 1971 году НЭК состоял всего из трех модулей или бочек, как их окрестили за характерную форму. Посадочный модуль и имитатор марсианской поверхности были смонтированы уже для финального этапа Марс-500. Ведь этот объект был организован в те времена совершенно иначе. Там не было кают, там был фактически рабочий отсек, там была оранжерея, там был жилой отсек, который не делился на каюты, в том смысле, в котором мы видим это сейчас. И через вот эти эксперименты мы приходили к тому, что мы сейчас имеем в объекте. То есть с точки зрения организации жилого пространства, и с точки зрения увеличения количества членов экипажа, и с точки зрения организации психологической поддержки. Целый институт не мог заниматься только подготовкой к полету на Марс. Теперь именно отсюда начиналась дорога к звездам для всех желающих стать настоящими космонавтами. В стенах бывшей киностудии вместо актеров и статистов кастинг проходили кандидаты в космонавты и испытатели. А научные эксперименты не уступали съемкам фантастических фильмов. Вечером всыпаю очень медленно, часто просыпаюсь, вижу кошмарные сны. Сны стали носить кошмарный характер. Мне снилось, что черная громадная кошка кидается мне на грудь. Я пытаюсь связать ее, но она вырывается и вновь бросается на меня. Я пытаюсь душить ее, но она выскальзывает. Очень неприятный сон. Я проснулся в холодном поту. Поначалу были разработаны жесткие правила медико-биологического отбора. Не всем удавалось их пройти. Было гестапо. Гестапо – это, знаете, кладут на стол, потом раздевают до купальника, обклеивают тело датчиками и начинают опускать под горизонт. В горизонте вначале 15 минут, потом под 15 градусов, 5 минут, потом под 30 градусов, потом под 180 градусов. Под 180 градусов или под 90, вернее, вниз головой, и потом ставят банки на грудь. И снова кладут, и банки поставлены. И, в общем, у кого слабые сосуды, кровь идет под банками, когда вот проводят этот эксперимент, того отчисляют. В то же время в институте начались исследования в области космической биологии и медицины. Предстояло решить задачу со многими неизвестными. Что происходит с организмом во время космического полета? Как противостоять вредным воздействиям агрессивной среды? Вначале эксперименты проводились с животными. Людей было попросту жалко. Все время обезьянам привлекал, потому что это необычайно интересные. Они очень социальны, они эмоциональны, поэтому эмоциональный компонент в реакциях на все факторы полета был существенным для исследований. Кроме того, ведь они же легко обучаемы различным действиям, которые очень похожи на действия человека. Ну, скажем, они могут работать на рычагах. А вскоре был создан отряд испытателей-добровольцев. Ученые пытались на Земле создать условия, похожие на те, с которыми придется столкнуться в невесомости. Получалось не всегда. Выход был найден. В 1964 году в космос отправляется сотрудник Института медико-биологических проблем, врач Борис Егоров. Впервые в истории космонавтики он проводил эксперименты на себе. Наш первый в мире врач-космонавт. Я у него работал в отделе. Интересные были программы тоже для космоса. В 1972 году создан отряд врачей-космонавтов Института медико-биологических проблем. Кроме Бориса Егорова в космосе побывали еще два доктора. Валерий Поляков и Борис Муруков. Их путь к звездам растянулся на долгие годы. Многие ушли из отряда, не выдержали. Некоторые по здоровью. Некоторые просто не верили в перспективу. Я оставался упертым. Хотя я не баран по гороскопу, а телец. Вот те, более покладистые. И, в общем, полетел. В свой первый полет Валерий Поляков отправился только в 1988 году. Все время ушло на подготовку к проведению в космосе марсианского эксперимента. Но первый полет пришлось прервать. Стране было не до космоса. Однако через пять лет Полякову удалось провести на орбите 438 суток. И доказать, человек может выдержать межпланетный перелет и сохранить при этом работоспособность. Я отстранил поисковиков. Вышел самостоятельно из аппарата. Я сделал, ну, сколько мне дали средств массовой информации. Потому что опекают самостоятельно. И говорю, фиксируйте. На камеру ли? На кино ли? На телевидение? На фото? Покажите. Я говорю, это под Марс. Может человек, вернувшись с такого длительного полета, быть дееспособным. За четверть века до этого ученые чуть было не поставили крест на длительных космических полетах. Произошло это после 17-суточной экспедиции на корабле «Союз-9» Андриана Николаева и Виталия Севастьянова. Как говорят англичане, miserable wreck. Жалкие развалины вернулись. И вопрос стоял ребром. Можем ли мы летать дольше или нет? Шесть суток после приземления космонавты не могли ни стоять, ни ходить. Их перемещали на носилках. Через три месяца у Николаева случился инфаркт. Еще через три – второй. Именно после этого полета и у нас, и в Америке полеты были прекращены. Дальнейшее наращивание сроков было прекращено. Все силы были брошены на разработку средств профилактики. И надо сказать, что эта ударная работа, работа такая, которая потребовала мозгового штурма, она увенчалась успехом. В 70-х в Институте медико-биологических проблем начался настоящий бум научных экспериментов и открытий. Работы вели по всем направлениям. В космос каждый год запускают спутники с живыми организмами. Самыми главными биологическими объектами для нас все-таки были млекопитающие. Значит, на борту 11 биологических спутников в космос было запущено 212 крыс. Это белые лабораторные крысы линии Вистер, на которых был получен огромный объем научной информации. Ну и было в космос отправлено на этих спутниках 12 обезьян, макаков, резусов. Ученые изобретали новые методы изучения невесомости на Земле. Так появились иммерсионные ванны. Метод сухой иммерсии был разработан в 70-х годах двумя сотрудниками нашего института, Вильвильямс и Шульженко. И с тех пор он модифицирован, но используется очень успешно в течение всех этих лет. Задача эксперимента — лишить испытателя опоры. Для человека пребывание в такой среде неестественно. Мы привыкли жить под действием земного притяжения. К примеру, кровь у нас движется вниз под действием силы тяжести, и вверх толкается специальными мышцами. В невесомости вниз кровь, соответственно, не движется таким образом, как на Земле, а вверх, тем не менее, толкается. И поэтому вся жидкость приливает к верхней половине тела. То есть с этим тоже надо что-то делать. Страдает сердечно-сосудистая система прежде всего. Кроме того, страдает двигательная система, потому что она не находится в тонусе, потому что человеку не нужно бороться с гравитацией, не нужно ей противодействовать, не нужно поддерживать позу не стоячую, не сидящую, не лежачую. Соответственно, мышцы теряют тонус, начинают атрофироваться. Появилась целая серия тренажеров для борьбы с невесомостью. Ибо если допустить адаптацию организма к невесомости, мышцы со временем атрофируются, а в коре головного мозга умирают нейроны, отвечающие за связь с ними. Вернувшись на Землю, человек не сможет ни ходить, ни даже стоять. Беспривычные нагрузки кости космонавтов стремительно теряют кальций и становятся хрупкими. Чтобы смягчить агрессивные действия невесомости, был создан нагрузочный костюм «Пингвин». Костюм очень прост, по идее. Это резиновые тяжи, которые нагружают человека, нагружают скелет человека, создавая тяги, аналогичные тем тягам, которые создают мышцы. Для реального полета на Марс нужны более совершенные тренажеры, методы защиты от космической радиации и новые критерии подбора экипажа. Сегодня главная задача Института медико-биологических проблем – сохранить здоровье будущих первопроходцев. Лучшей наградой для медиков станут первые шаги космонавтов по Земле после возвращения с Красной планеты.